Мы с Антоном фантазеры, фантазируем мы всякие футболистические штуки, а я люблю монументализм. Ну, люблю я непопулярный жанр монументально-декоративное искусство и думаю, блин, жанр умирает, надо что-то же делать, я хочу им заниматься всю жизнь. А как им заниматься всю жизнь? Вообще нереально сейчас что-то материальное сделать, огромную какую-то монументальное панно, или витраж, или мозаику. Это просто по деньгам нереально, нереально. Я даже пробовал, в Америку поехал, показал всем, как могу, они такие, ой, наверное, это очень дорого, у всех почему-то все это очень дорого, да. И я понял, что, чтобы быть свободным монументалистом, нужно использовать современные технологии, которые просто развяжут руки, и можно будет путешествовать по миру, используя какие-то гаджеты в рюкзаке, там, не знаю, шлем виртуальной реальности, в котором сейчас у нас есть храм майнинга, можно прогуляться в шлеме. И, кстати, последняя поездка в Токио как раз это и доказала, что не нужно было навести картины, скульптуры, потому что картины в Токио мало кому нужны, они падают со стен, а скульптура стоит за шею, привязанную к стене, потому что землетрясение, все падает. И поэтому людям надо что-то концептуально простое и как бы на уровне идеи. И вот эти идеи легко получается демонстрировать, ну, используя вот эти современные гаджеты. Так что, свои фантазии, стиль, идеи. Встретившись с Антоном, мы начали вместе делать 3D модели, макеты, потом познакомились с ребятами, которые умеют размещать их в программе CIMO. CIMO IR, Augmented Reality. Получилось очень прикольно, забавно, но, опять же, мы использовали маркерные технологии. Просто, например, красишь на стене маркер, наводишь на телефон и получается там картинка. Кстати, вот эти все картинки, которые вложены у вас сейчас в файлике, если скачать программу CIMO IR, то навести на телефон, то можно увидеть там как раз тот самый барельеф, который будет прилететь, налетать на Газпром. В общем, эти современные технологии реально развязывают руки. И я подумал, что это действительно тот выход в положение для монументально-декоративного искусства. И стал в этом направлении просто думать, размышлять и генерировать какие-то философские оправдания вообще всего этого жанра. И получился транс-монументализм. Какой плюс в этом все? Плюс в том, что мне кажется, что в будущем само даже произведение искусства может быть общим. То есть многие могут его дополнять, размещать, можем договариваться, что должно быть вместо Ленина. Договорили, сделали, поставили. И тот, например, человек, которому, ну не знаю, мировоззрение, допустим, вот такое правое мировоззрение, они там сгрупповались, поставили себе одно. Левого мировоззрения поставили другое. Третье, пятое, десятое. И получается уже спектр разных памятников. И кто какую программу заканчивает, тот тут памятник себе и видит вместо Ленина. Это, по-моему, очень удобно, универсально. Какие еще плюсы? Ну, опять же, не нужно. Представьте, над «Газпромом» повесить реальный какой-то монумент, например, из бетона. Это просто нереально. А вот в этих программах вообще все классно, легко и прикольно. Три года назад эта идея родилась. Примерно два года назад мы начали искать коллаборации. Мы ходили по нашим айтишникам. В Харькове же много айтишников. Это все просто эти городообразующие предприятия сейчас в Харькове. Айти сферы. Ну, в общем, мы ходили по кабинетам, спрашивали, общались с директорами. Ну, в общем, нам поставили чек на 70 тысяч долларов. 30 тысяч долларов стоит эта подобная фантазия, наша услуга. Ну, так случайно мы встретились с Андреем. Проговорили это все. Люди вообще даже нас не отвлекали. Просто попросили эту картинку, как-то раз в год прошел. И за год они воплотили вот именно ту фантазию, мечту, которую мы хотели. За которую с нас вообще дергали какие-то нереальные деньги, там 70 тысяч долларов. Я, получается, оттрачу тебе 70 тысяч долларов, ну, так, априори. Вот, и поэтому, бум. Вот, такая вот история. И, получается, люди взяли бесплатно, сделали, мы что-то вместе придумали. Согласитесь с тем, что вот именно искусство и технологии должны вот именно так коллаборационировать друг с другом. Все согласны? Андрею спасибо! У-ху! Да есть такие люди, которые просто раз врывались и сделали. Ну что ж, манифест трансмонументализма я наизусть не помню. Ничего там такого. Ну, вы можете это все прочитать. Мне сейчас уже больно кричать, поэтому можете просто мне сфотографировать на стуле. Это был стол, на котором Минин, как бы, презентовал трансмонументализм. Спасибо.